Друзья, всем привет. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Приобретайте онлайн обучение. Приходите очно на обучение. Появились новые виды обучения, выездные интенсивы. Смотрите все на сайте. Сейчас вторая серия. Продолжаем встань и делать переднюю поверхность бедра. Продолжаем антицеллюлитный массаж. Эмульсию я нанесла. Прошло минут 5. Вы видите, какой контраст. Он небольшой, так как Таня замерзла. Кожные покровы были холодными. Контраст все равно будет. Больше по времени нужно, чтобы был контраст. Чувствуется разогрев. Сюда я руку ставлю. Чувствую, что кожа, тело разогрета. Здесь прохладнее. Здесь моя рука может казаться более горячая. Как делать антицеллюлитный массаж без масла? Также мы будем делать валиками. Можно делать небольшие растирающие движения костяшками. Но они должны быть короткими, не длинными. Такие растирания более поверхностные. Глубокие могут быть достаточно чувствительными. Тебе не больно так сейчас? Достаточно поверхностные движения. Так как тело уже разогрето за счет элиполитической эмульсии, по ссылке к видео вы можете посмотреть описание, приобрести ее. Я могу начинать делать валики. Уже больно? Жесть. Тогда послабее делаю. Валики делаю так, как они идут. Куда они организуются. Куда я могу их сделать. Куда мне удобно их сделать. В ту сторону я и делаю. Можно присесть, показать поближе. До конца я валик не довожу. В тугое центр. Валик отпускаю. Это будет очень хороший эффект антицеллюлитный. Минут 10 переднюю поверхность бедра я делаю. Но здесь уже в зависимости от зоны. Чтобы клиента не свести с ума окончательно от боли, я могу менять зону, менять локацию. То есть поработать 5 минут на одной зоне и поработать потом 5 минут на другой зоне. Около колена также вот эти вот движения я продолжаю делать. Я могу растягивать валик. Могу переходить на мышечный валик, чтобы дать клиенту отдохнуть. Вот всего лишь два движения. Либо валики из подкожно-жировой клетчатки, валики из мышц, чтобы дать клиенту отдохнуть. И растирание, которое было в начале. Но оно в принципе не так важно, потому что уже с помощью эмульсии тело подготовлено. И Тане не будет так больно, когда я буду выполнять массаж, потому что тело разогрето. Я предварительно эмульсию нанесла, чтобы она поработала минут 5, а лучше 10. Тогда уже боли такой клиент чувствовать не будет. Ты, наверное, давно не делала массаж антицеллюлитный? Очень. Но не все любят антицеллюлитный массаж. Хочу сказать, что клиенты, которые приходят на антицеллюлитный массаж, редко остаются постоянными. Я имею ввиду, чтобы они постоянно из недели в неделю приходили на процедуру. Обычно они отмучаются 10-15 раз, их полгода не видно. А клиенты, которые приходят на общий, продолжительный массаж, они приходят раз в неделю постоянно. Они приходят получить удовольствие, получить эндорфины, отдохнуть. Это, знаете, как некая психотерапия такая. Помолчать обязательно, чтобы с массажистом не было слишком много разговоров, потому что это тоже утомляет. Я стараюсь, когда клиент приходит на антицеллюлитный массаж, предложить, чтобы он пришел, попробовал общий массаж шейно-воротниковой зоны, чтобы он стал постоянным клиентом. Антицеллюлитные методики, конечно, действенны, но на них не хочется ходить. И ходит, потому что надо, потому что видит результат. Это как есть невкусную еду. Вроде бы надо, но не очень хочется. Поэтому приятный массаж всегда более продолжительный в отношении клиентов. И клиенты становятся постоянными. С такого массажа хочется убежать и подсознательно. То заболеть, то еще что-то, то не доехать, то попасть в пробку. Такой разогрев произошел достаточно хороший. Ты еще в течение часа будешь его чувствовать. А я, друзья, с вами прощаюсь. Еще раз переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой. Становитесь настоящими профессионалами своего дела всего лишь за три дня или по онлайн обучению. Всем пока!